Типичный дом, пять подъездов, девять этажей. Люди жили по соседству 20 лет и не были знакомы. Когда в доме поселилась Татьяна Зеленкова, все изменилось. Она решила взяться за невзрачный палисадник и посадила в нем цветы. Соседи сначала отнеслись к этому скептически, но вскоре вместе с первыми бутонами в людях расцвела надежда и образовалась инициативная группа. Первым делом запретили машинам заезжать на газоны и оборудовали стоянку. Огородили территорию, закупили саженцы. И чудо, на субботник вышел почти весь дом. Очень сдружила соседи. Если изначально на клумбе, допустим, работала вот на той Сергей Николаевич, мы с ним в паре, тут еще Анатолий Степанович помогал, Надежда помогала, то затем вот с нашего подъезда из 36-ти 18 уже активно участвуют, то есть помогают. Изначально самостоятельно мы свои деньги приобретали и рассаду, и цветы, и посадочные материалы, и химикаты для обработки удобрения, все. То сейчас люди подключаются и самое главное, что благодарят. Березы, каштаны, платаны и рябина. Больше ста деревьев украшают двор. Цветов колоссальное количество. Руководит этим процессом ветеран труда и труженик тыла Любовь Секетина. Она 21 год трудилась в анапском питомнике и к цветам относится как к собственным детям. А за ними надо ухаживать так, как за ребенком, точно. Не будешь ухаживать, ничего не будет. То черенкуешь, то прививаешь, вот это вот все, то рассаживаешь, все-все-все так. Любовь надо как-то, я с ними разговариваю. К труду привлекаются не только взрослые. На прополку с удовольствием выходят и дети, а жители соседних домов приходят перенимать опыт. Неоднократно, проходя мимо, вот занимаешься прополкой или поливкой, подходят просто жители города, которые мимо проходят и восхищаются красотой клумб. Благодарят. И так это приятно, потому что не только вот твои соседи близкие, а люди. Некоторая женщина, я даже не знаю, на низ нашего даже микрорайона предлагала рассаду цветов. И потом однажды прихожу, а у скамейки стоят колокольчики. И я поняла, что это нам саженцы колокольчиков белых красивых, у нас как раз их не было. Свою награду жители самого уютного дворика Анапы получат в день города. Но на этом благоустройство территории не остановится. В планах укладка асфальта, есть желание оборудовать зону отдыха и разбить новые клумбы.